Промышленные предприятия Чувашии могут рассчитывать на господдержку при покупке оборудования в лизинг. Максимальная сумма субсидий 10 миллионов рублей. Такой проект постановления принял сегодня региональный кабинет министров. На господдержку могут рассчитывать только предприятия, которые выполняют несколько условий. Работают на территории республики и вкладывают прибыль в развитие производства. В частности, покупают новое отечественное оборудование, увеличивают зарплаты сотрудникам и создают новые рабочие места. О республиканском бюджете Чувашской республики на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов на возмещение промышленных предприятий в части затрат на уплату первого взноса аванса при заключении договора оборудования с российскими лизингами и организациями предусмотрено 17 миллионов 352 тысячи рублей. Из них 5 миллионов из республиканского бюджета Чувашской республики и 12 миллионов 352 тысячи рублей из федерального бюджета. И в продолжении темы. На заседании кабинета говорили и о бюджете республики. Его доходы за первое полугодие составили 35,5 миллиардов рублей. Это почти на 17% больше, чем в прошлом году. Расходов меньше около 31 миллиарда рублей. По всем составляющим у нас позитивная динамика по составляющим собственных налогов, собственных и доходов и межбюджетных трансфертов. Расходы выросли по консолидированному бюджету 18%, в республиканске 18,8%. Порядка 14% выросли расходы по социальной сфере. Отдельно хотел отметить, что хорошими темпами росли инвестиции у нас 42% и дорожный фонд 26,5%. Бюджет как консолидированный, так и республиканский, исполненный за полугодие с профицитом 2,8 миллиарда. Это консолидированный 4,6 республиканский. Госдолг снижен на 519 миллионов. Госдолик бюджет, начальство по социальных сферам и конкурс Prof. Аккурс Бюджет